Так, сейвушки. Вот, в этот раз я не забыл сейвушки сделать, это значит, что мы в этот раз полутали полностью всё. Зато уникальный ник. Ну да, да. Так вот, чё-то я там говорил про атмосферу старых игр и про Дагерфол. Я надеюсь, не все люди, которые интересовались Дагерфолом, успели разбежаться, пока я тут вайпался. Но, насчёт Дагерфола. Дагерфола я не против пройти дальше. То есть, в принципе, на самом деле, какой-нибудь он сложный не был. Я думаю, справиться с этим можно. Но это требует много времени и усилий. И раз это требует много времени и усилий, я хочу, чтобы вы тоже проявили со своей стороны инициативу. И тоже показали, насколько вы хотите его видеть. Возьмите, откройте плейлист на Ютубе с вводами моего того стрима под Дагерфолу. И просто ставьте лайки. Там слишком мало лайков. Когда наберётся достаточно лайков, например, хотя бы тысяча суммарно на всех шести видео. То тогда, прямо сразу же. Сейчас там около 400, чуть меньше лайков. Так что это уже близко. Если вот, например, сейчас сколько, около 200 людей на стриме. Там шесть видео. 200 на шесть. Это больше тысячи получится. Вы справитесь, я уверен. И заметьте, я с вас не хочу доить донат или что-то подобное делать. Хотя, между прочим, тот человек, который попросил меня провести вот этот стрим обзорный, он не постеснялся задонатить. За что ему огромное спасибо. Правда, попросил также остаться анонимным. Где там Каджи. От арены прошёл? Нет, арены я не проходил. Ну, это, знаете, как погружение такое в олдскул глубже. Сначала у тебя уровень олдскула Скайрим. Потом там у тебя уровень олдскула Деггерфол. А потом ты такой, оп, и уже варенье. А потом ты проходишь пинг-понг, или как там называлась эта игрушка. Которая была одна из самых первых. Тебя даже ничего не беспокоит в этой жизни. Странно, что Красная Гора до сих пор извергается. Хотя, по идее, прошло 150 плюс лет от Красного Года. Ну, на самом деле, может быть, просто там периоды какие-то извержения есть. Она 150 лет назад извергалась, а теперь опять. Потом мне прострелили колено. Ну да, колено тут регулярно простреливают. Кстати говоря, колени у нас в порядке. Вроде да. Прикольно. С катаной. Катаной, с катаной. Вот что-то с этой броней надо делать. Надо ее занчантить, улучшить. А я все хожу, может быть, из-за этого меня ваншотают. Из-за того, что у меня нет нормальной брони, резистов. Хотя броня неплоха, скажу. А что, арена будет, говорит, во флейм? Нет, какое там арена. Я Деггерфол вообще не прошел. Но Деггерфол, возможно, я возьмусь проходить, если вы его действительно поддержите. Покажете, как вы хотите его видеть. Вы можете сделать, как, собственно, комментариями, лайками. Так, в общем-то, и при желании немножко материально посопросить Дайса. Против этого ничего не имею. Но в любом случае, скажем так, Фресиду Деггерфол уже совсем уж плохой идеей я не считаю. Потому что атмосфера в нем действительно, по-моему, перевешивает те страдания, которые есть. Вот несмотря на то, что я, как говорил на предыдущем стриме, очень сильно подгорал. Ой-ой-ой-ой. Прячемся. Такая в домике меня нету. Вообще, на самом деле, работает. Берешь, уткаешься в камень, и никто тебя не видит. Супер просто. Так, что там у нас из лута-то? Мерзкие стрелы, железные стрелы, стальные стрелы. Ну, все как обычно. Стандартный набор ассасина. Тучи стрел. Приказ о казни дайсмастера я брать не буду в этот раз уже. Мы его читали в самом начале там. Дайте стрелу полутать. Железная стрела. Я прям, знаете, как бомж такой вот. Хожу и стрелы лутаю. Мусор подбираю, а потом задавать буду. В металлолом. Ну, или еще куда-нибудь. Стрелоприемник. Проходи, говорит Флэйм. Ну да, на стриме баггера ты читерил. Твоя честь стримера на этом поприще запятнан, говорит Мендоса. Ну, как бы, it's okay to be cheater. Такие дела. Ничуть этого не стесняюсь, скажу я вам. Когда на протяжении часа блуждаешь по подземелью, где не видно никаких других выходов, то разок переключиться между локациями, это норма, скажу я вам. Вот. Слава Муравиндун, да, миром слава, говорит Керриган. Да, здравствуй. На самом деле, очень Бехезда старалась сыграть на чувствах фанатов. Так я куринирно где-то слышу. Тут вот характерный звук звенящий, а вот он точно здесь. И у них, кстати, неплохо получилось, потому что дизайн, локации, на самом деле, персонажей, вообще вот дух какой-то такой муравиндовский, за счет музыки, в том числе и амбиентной, которая играет сейчас, он хорошо передается достаточно. Вот мне, честно говоря, очень не нравился Обливиан. Такое ощущение было, что в нем нет души, нет духа какого-то такого. Действительно, атмосферность чего-то привлекательного. Да и ко всему прочему, он был настолько, знаете, однообразен, что местами Деггерфол напоминал, потому что... Да нет, Деггерфоли даже дела лучше, чем в Обливиане. Вот Муравинд и Скайрим довольно удачными получились играми крайне. Именно в плане атмосферы. Вот когда-нибудь в этом дополнении объединяются с Каримир, еще атмосферу Муравинда и Атвин. Здравствуй, теплая лампа, говорит LM555555. Да, тебе тоже привет. Разве нет аддона, который автосейвы делает? Ну, автосейвы какие-нибудь, наверное, должны быть, но... Давайте посмотрим. Настройки, игра... Сохранятся при отдыхе, при ожидании, сохранятся при перемещении. Вот они, автосейвы. Они все здесь на месте. Но эти автосейвы не делаются просто во время путешествия. Вот с чем проблема. Это реально проблема, где мы там сейчас находимся. Где-то здесь, насколько я помню, были сприганы. Надеюсь, в этот раз они тоже будут. Нет, говорит LM, не нужно полное прохождение на Герфол. Это слишком будет затянуто и скучно. Тогда зайди в плейлист, проставь дизлайки, напиши, что как ты ненавидишь это Герфол. И как ты не хочешь этого мнения. На самом деле, серьезно просто. Выразиться свое мнение активно. Эти звуки мне не нравятся. Тот самый медведь, по-моему. С какой стороны он? Волшебный компас, помоги мне. Где-то здесь, наверное, реклингов мы встретили в прошлый раз. Помните реклингов? Они вас помнят, это точно. Эти мерзкие создания. Вещь находят рядом. Злопамятные твари. Мишку уже не слышно. Ну, может быть, он остался где-то позади, или что-то в этом духе. Не, в какой-то сборке, говорит... Ниггерс Донт Край. В какой-то сборке я видел такой аддон, он по таймеру делает простой сейв. Ясно. Видимо, какой-то скрипт запускается по таймеру. Кори Нирна сам в себе тут не особо нужен. Да вроде ли, какого-то квеста он нужен. Угу. В обле Мейн Квест лучше, говорит Ниггерс Донт Край. О, да! Мейн Квест заключается им врат Обливина. Это просто такой Мейн Квест. Не знаю, у меня от него подгорало дико приблизительно так же, как подгорало лава в Обливине в самом. Это жесть полная. Когда вы заходите в очередные, там, десятые врата, которые выглядят точно так же, как и предыдущие все, и вы на протяжении, там, минут, не знаю, 15, 20, 30, поуждаёте по этому совершенно унылому месту. Вот где там? Каджи, иди сюда. Это, к сожалению, не очень хороший квест, что я могу сказать. Может быть, в других аспектах, которые не связаны с самим Обливином. Он неплох, но он же связан с Обливином. Вот так вот. Затачили мечи немножко. Можно ли постить тут линки? Да можно, конечно, когда тебе мешает. Только не факт, что я их буду открывать. Такое дело, понимаешь ли. Привет, Хорхи. Так. Я на секундочку альтанулся и возвращаюсь. А если не Магерфолу, что в планах? В планах, на самом деле, очень много игр разных. Я много чего планирую, потом долго-долго пытаюсь как-то подготовиться, потом всё это откладывается, и в результате получается, что так я и не прохожу многие вещи. Ну, по крайней мере, вот, в перспективе той, в которую планирую изначально. А всего игр, на самом деле, хороших. Не только старых, но и, может быть, даже новых каких-то. Полным-полно, которые хочется пройти. Я от времена вспоминаю, например, Homeworld. На замечательную стратегию космическую, которая в своё время просто крышу снесла своим офигенным космосом, который был нереально крут. Правильно мы идём. Ну да, нам нужно сюда вернуться. Где-то здесь были сприганы, вот где-то здесь, где, уже не помню. Но мы их найдём обязательно, не покараем. Так вот, Homeworld, а чё, хорош с чем? В нём офигенные волосюжеты и ролики. Ролики, которые заставляли просто пролить слезу над умирающим миром. Над путешествием народа к своему родному дому. Всё там было очень круто. Но, с другой стороны, геймплей немного затянут, я бы сказал. Периметр, вот эта игра точно башню рвёт, как и Пукан. Да, Керриган прав на самом деле. Когда-то давным-давно, когда Периметр выходил, это, кстати, наша русская игра, и является стратегией в реальном времени, причём одной из самых странных стратегий в реальном времени, которую я когда-либо видел. Мишка, иди сюда. Ать! Убегает куда-то. А ну, ставь, Михалыч. Пещерный медведь. Интересно, большая ли у него душа? Если это русский медведь, душа у него должна быть широкая. Такая, что в камень не влезает. Ударь, давай, кадж, один удар. Удар, удар. Удар. Слушайте, я знаю, сейчас выстрелил, и он ударит, добьёт его. Есть. Не застил. Так вот, насчёт Периметра. Когда он вышел, я перед тем, как, точнее говоря, начал играть, я прочитал пару историй, которые были по вселенной Периметра. Сценарист Периметра был знатным графоманом. Он придумал совершенно шизофреничную вселенную. Кучу историй различных, каких-то рассказов издал перед тем, как всё это было выпущено. Вот, везде игры. И я эти рассказы читал. Ну, они были просто какие-то ВТФ, реально. А потом ты начинаешь вот играть, а там всё ещё хуже, чем в рассказах. Ну, в общем. После этого реально башню рвёт. Но не так рвёт, как бывает вот по-хорошему. Когда действительно такой сюжет, после которого ты сидишь ошарашенный, думаешь, Матерь его, как же это было круто! Как же это было невероятно просто! Бывают игры, которые оставляют ощущение чего-то действительно грандиозного, крышеснощающего. Ну, вот, например, я тот ещё фанат Евангелиона, и когда я его в своё время смотрел, он реально крышу сносил, особенно когда ЕОЕ смотришь. Потом сидишь, думаешь, да, что это было! И вот где-то неделю пытаешься переварить всё это. Ну, действительно, остаётся впечатление надолго. А после периметра остаётся тоже ощущение такие. ВТФ вообще происходит, но ВТФ, после которого не хочется вспоминать то, что ты видел, слышал, читал, во что играл. А также, да, там была очень интересная механика. Там был терраформинг. Точнее говоря, там нужно было выравнивать поверхность для того, чтобы строить на них добывающую энергию сооружения и вообще, в принципе, свою базу. Там были различные изменения ландшафта под действием различных эффектов. Тут, в общем, очень-очень-очень было разнообразно. В этом плане необычно, действительно, настолько необычно, что многие люди просто не поняли этой игры. Она действительно оказалась многими не понята. Из-за слишком странных концепций, которые выделялись на фоне всех других игр, чем таким вот... Не просто необычным, а реально странным. Ну вот, после того, как альт обнулся, опять вот квадратик появился под моим курсором. Итак, куда же мы идем? Скажем, мы идем к сейвушку. Давайте засеймемся. Застри не требует Керриган. Застримить периметр. Нет, я его никогда не буду стримить. Это игрушка, которую я один раз попробовал проходить, и больше ни за что меня не заставит никто. Вы знаете, на самом деле, Дайс очень большой поклонник странных вещей. Я обожаю что-нибудь совершенно безумное, невероятно странное, невероятно какое-то такое шизофреничное, но при этом в хорошем смысле слова безумное. А периметр, нет, не в хорошем смысле слова безумен. В каком-то таком графоманском упоротом смысле безумен. Сприганы, ау! Я помню, они были где-то здесь. Кто-нибудь может мне подсказать, вот в какую сторону по карте идти? Кто-нибудь запомнил вообще, где их встретил в прошлый раз? У нас пупельная крепость есть. Вряд ли ориентир хороший в данном случае. Я сейчас прочитаю, что там в части писали. Привет, Маткор. Так, сейв не забывайте. Давай, да, я в сейфе уже заперся, там хорошенько. А ты-то хоть в вангеров играл? А вот, кстати, в вангеров нет, не играл. Серьезно. Запеканусу с чулана заставай. Да, Запеканусу дал состояние обязательно. Вот, кстати, еще одна игра, которую нужно вспомнить. Это Baldur's Gate 2. Между прочим, недавно очередной бета-билд вышел в Pillars of Eternity. Это такая игрушка по мотивам Baldur's Gate от Obsidian. Я уже два раза стримил. Хотите третий стрим? А то я могу его запилить. Смотреть, как там баги стали более такими нажористыми, знаете. Ах, что вы прям. Паркан же. Ну да, Паркан тоже интересная штука очень. Такой космос. Так вот, вангер и периметр, говорит, Ningers Don't Cry, это одна вселенная. Вангер и периметр, одна вселенная. Тогда я точно вангеров играть не буду. Потому что в периметре была вселенная параллельных миров. То есть, там была какая-то упоротая идея с тем, что люди попали в параллельные миры, в которых можно было создавать что-то и влиять на мир с помощью сознания. В результате, это все переместилось в наш мир, разрушило наш мир. Они там совершили исход из нашего мира и путешествовали по параллельным мирам. Часть там решила возвращаться, там всякий исход, возврат империи, которая решила в этих параллельных мирах оставаться. Что там только не было! В общем, вам лучше не знать. Санитары Подземелья тоже забористой игрушкой были. Да, вот, кстати, Санитары Подземелья такая очень простая, очень, очень простая, но местами юмористичная игра. Мне понравилась первая часть ее, там, где как раз была тюремная зона, где было очень много тюремного юмора. Он, конечно, такой специфичный, конечно, юморок, но годный, в целом нормальный. А дальше уныние пошло, потому что юмор кончился, а геймплея как не было, так и не завезли, собственно говоря, в Санитаров. Ну и, в общем, до конца их не прошел. Куда-то сюда я собирался идти. Давайте, ладно, пойдем сюда. Угу. Так вот, насчет Запекануса. Я там говорил, что Пиларсов Этернити делают, но нужно вспомнить еще и Балдерсгейт второй, потому что его я обещал пройти, первый я прошел, нас там персонаж ждет после этого Балдерсгейта созданный Запеканус, это маг у нас, некромант, который пользуется, к сожалению, почему-то не некромантия, какой-то фигней разнообразной. Ну, ему, видимо, виднее, он же маг, в конце концов. Вот. И мы за него обязательно поиграем, вернемся. Не знаю, когда в ближайшее время это будет. Сложно сказать. Опять Каджа отстает. Куда вот я без него? Он там, видите, бегает где-то вдалеке, зараза. В Вангерах проще, говорит, в Офлэйм ездишь, собираешь, нюху. Для местных разумных гусениц ездишь в гоночках. Ну, так-то да. Гоночки — это попроще, чем стратегия. Вообще, я не фанат гоночек, честно, серьезно. Хотя там гоночки такие довольно-таки веселые, аркадные. Привет. Ну, раз не милая графика... Разве не милая графика у Вангеров? Да. Графика там тоже такая же очень оригинальная. Когда я говорю оригинальной, я подразумеваю, что это плохое все время. Но в данном случае нет. Графика такая довольно самобытная. Назовем ее так. Куда Каджа делся? Видал, люди есть, кто просит Ростоцку снова? Что думаешь, говорит, СВАСовски? Ростоцка была хороша, когда она была в бете, потому что она была короткой. То есть ты быстренько проходишь, и все супер. А когда выходит полноценная Ростоцка, и ты сидишь на протяжении нескольких стримов и занимаешься одним и тем же с небольшими вариациями, ну, это уже немножко наскучивает. О, нашел, нашел! Каджа, спасай! Так, я думаю, нужно сейвушки сделать отдельное. Куда-нибудь прямо вот сюда. Ну, арбилитора заждались нас. Горелый сприган, а еще и рубленый теперь гузят. Мексиканочка получилась. Вот не зря к нам тут мексиканцы всякие ворвались. Фанцы, вазе как в прайм-тайме. Это, я уверен, его дело. В этот раз нам определенно понадобится что-нибудь на стамину, потому что нужно его уделать быстрее. Зелезапаса сил, окей. сильные зелезапасы сил, крепкое зелье. А, он взрывается после смерти. Вон оно в чем дело. Ну, что-то он пробивается в этот раз хуже. да, котик горелый то, что надо. Дубль три, Гритва Флейм. Ну да, предыдущие три были не очень. Теперь четвертый пошел. Спасаем наш хвосты. Бежим. Кошка моей сестры, говорят. Там еще есть кто-то. Да, могу вот так вот. что ты будешь делать? Так, первый готов. Ну это скорее второй готов. Первый там все еще бегает. Так, ладно, вообще булава не нужна. Кого я вижу? Или пушую? Разбой не громила. Окей, еще один кандидат на то, чтобы отправиться на тот свет. Стоять. Луту не убегать. Так, теперь Сприган, где у нас? Вот он. Не, не, меня не поджигает. Нет, 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 нет. Теперь переключаемся на лук, потому что добивать нужно однозначно луком издалека. Ну да, только не как же добивать. Есть. захваченный великая душа? Великая? Ну не зря я вайпался однозначно. Древесина горела Спригана. Ну, к сожалению, это не то, что нам нужно. Нам нужно было обычного Спригана найти. Давайте попробуем найти обычного Спригана. Там еще кто-то сражается. Два мага, видимо. А? Другое дело с магами сражаться. Одно удовольствие. А что там на тысячу-то было? Свиток истерия. Окей. А ну стоять. Посох зомби. Чё-то какой-то дешевый. Да, миксур сопротивления электричества возьмем. Мод на Скайрим. Тут линкует мне Ниггерс Донт Край. Мод, о котором я тебе говорил. Там есть сейфон Комбат Энд. Ага. То есть при завершении. Тут как бы наоборот надо бы. Знаете, сейфон Комбат старт мне бы не помешал бы. Очень не помешал бы. Итак, где-то в этом направлении мы нашли одного спригана. Там где один, там и второй. Почему ты не можешь просто постоять и посмотреть, как маги убьют друг друга? Ну, потому что я нетерпеливый котик. Мне хочется сразу же ворваться и поучаствовать в замесе. Засынемся обязательно, потому что без сейфа вообще никуда. Я потихонечку начинаю обратно об этом вспоминать. Вы знаете, была игра классная, которую тоже, наверное, нужно постримить. Это Проклятые земли. Проклятые земли были примечательны тем, что там был дикий рандом, просто чудовищный рандом. Там она проходилась на критах в спину очень часто. Такой билд использовали люди. И они были жутко-рандомные. И вас тоже очень рандомно всегда там ваншотнут критом, то наоборот вы кого-то ковыряете полчаса. Даже если вы криты не используете, все равно там все сводилось к тому, что все друг друга ковыряют часами или ваншот это моментально. В результате игрушка была, скажем, такой, очень ориентированной на сейвлот. И сейвлот обус там был просто показан, что был основной геймплейный элемент. Без него нереально реально. Реально, нереально. Какие мысли у меня мудрые. Записывайте за умными людьми. Так вот, куда там Кажа делся. В проклятых землях, когда я играл, играл я где-то тоже около 2000 года, то в них меня научили очень важные мысли. Сохраняйся. И вот с тех пор прошло видимо слишком много времени. Целых 14 лет я все навыки растерял уже. Камешек классный, только гляньте. Я вижу, что внутри камешка. Я без критов проходил, ползал почти всю игру, говорит Фулана. Для меня стелс был... Не, стелс на самом деле и нужен для того, чтобы криты раздавайте сзади. Выбери игру с хорошим сюжетом и историей, таких как Silent Hill. Mass Effect пишет мне LM555, чтобы была история с интригой. Ведь тебе с Карим из-за этого, да и нам тоже. Не, с Карим мне интересен просто из-за того, что здесь куча веселых квестов. Какая твоя лута, лута? Ну, серьезный? Что у нас тут есть? Чинический замок. Такой, знаете, обучающий замок, подходишь к нему, а там еще четыре отмычки. Это как приходишь, например, ты в гильдию воров, тебе обучение на курсе отправляют, а на курсах тебе нужно взломать ученический сундук. Открываешь, там еще отмычки для остальных сундуков, которые тоже взламываешь, там еще отмычки. А не взламываешь, все, отчисления сразу же. Да, Каджи, по-моему, пропал. Ну, раз Каджи пропал, давайте отдохнем немножко. О, сундук экспертный. Это то, что надо. Дисайплс 2 неодобряешь, а серию Дисайплс вообще не люблю. Не, не играл, играть не буду. Так, позицию запомнили, а ее не надо запоминать. Сразу же открыл. Итак, леви лап, но леви лапаться сразу не будем, прям вот на месте. Горшочек, бородатый мох. Они мох варят. Жесть. А вот и Каджи появилась. Ну, все, залезаем в спальничек, согреваем друг друга холодными зимними вечерами на Султстейме. Сколько отдыхать? У нас сейчас 8 вечера. Давайте до утра отдохнем. А чтобы до утра отдохнуть, это где-то 12-13 часов. Давайте в 9 встанем. Финг Рек говорит, привет, я что-то никак не успеваю к началу стрима. Ну, не страшно, самое главное мы тут обсуждали с переменным успехом разный олдскул в виде дагерфолла и прочих игр. Старые РПГшки классные были атмосферные, но очень, очень, очень непродуманные геймплейно. И польский интерфейс тоже там кривоват местами просто радиус кривизны не знаю там жуткий просто. Где-то здесь у нас должны быть давайте в эту сторону пройдем реально. 13 часов нифига себе КТ спит, ну только а то понежится хорошенько в спальничке на природе на природе очень хорошо сон идет скажу вам уснул и дрыхнешь весь день. Хотя сон конечно действительно полезная штука что-то я в последнее время частенько вижу левитирующих медведей да не мне кажется да если забей все хорошо нам нужно в эту сторону пройти сприганы явно были где-то там может я тут уже все обошел а там нет что-то я про сон там говорил ну неважно какая разница о то злосчастное место где у нас есть темный эльф еще один темный эльф копия риклингов надеюсь они тут не появятся не заспавнятся заново что серьезно так один готов следующий они хилые ребята очень легко убиваются но при этом урон наносит своими копиями просто бешеный гребаные монголы просто монголы из какого-то фэнтезийного мира тебе кажется левитации нет говорит во флейм на самом деле да левитации нету почему нету левитации а потому что ее убрали еще в обливине когда-то в деггерфоле точно и в муровинде точно левитация была было такое заклинание классное левитация и оно позволяло вообще на самом деле творить очень интересные вещи забираться туда куда не надо еще один сейф тут но в итоге они решили видимо угоду каким-то геймплейным моментом чтобы люди не забирались туда куда не надо не вовремя это все убрать а так классно было согласитесь что у нас тут есть кто-то здесь пил мешочек пустой как он классно тут развалился посмотрите упал прямо на поленья забавно что в игре нельзя экипироваться копиями у этих замурушей есть юркенс можно 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 использовать эти копии но ими нельзя пользоваться в мели они типа метательные понимаете а когда-то давным-давно когда вышел только собственно сам по себе с карим въезда показывал небольшой ролик о том как они внутри своей компании проводили типа неделю то ли то ли месяц да по-моему неделю такого творчества свободного для сотрудников каждый реализовывал то что ему было интересно они занимались просто банально каждый чем захочет вот и там было множество всего и вампиры эти которые потом появились в таунгарде и копии кстати там были но копии потом не попали в итоге финальные какие-то аддоны то есть часть из этих вещей которые люди придумали они потом были использованы в аддонах ну какой там часть арбалеты появились еще что-то там было полно всего что показали потом оно просто банально все целиком перекочевало в аддоны в виде отдельных кусков мало связанных друг с другом наверное поэтому даунгард получился такой какой-то наскорую руку сделанный еле-еле плохо собранный